В данном случае я чувствую себя слишком слабым, чтобы признать наличие у меня проблемы в отношении с этим человеком. Выглядит, как будто я манипулятор. Но я чувствую свою слабость. Вот такой вот я, видите? А вот ситуация вот такая, так она выглядит. Извините, ну разве нет? То есть, видите, я использую некую третью сторону, потому что у меня самого мышечной силы не досталось. Достаточно, чтобы прямо сказать человеку, понимаешь, ну вот проблема у меня с тобой. Поэтому начальнику нужно большее количество поддержки. Чтобы он оказался в состоянии сказать, понимаешь, а у меня вот в отношениях с тобой проблема. И мне без разницы, вот промежуточному начальнику нравишься, ты не нравишься, мне так точно нет. То есть роль призрака здесь — это власть. Она противоречит интуиции. Люди манипулируют, потому что они не чувствуют себя достаточно сильными для того, чтобы быть прямыми, в том, что они говорят. Нам всем нужно больше мускулатуры. Хорошо же, друзья, спасибо вам. Но прежде чем мы разойдемся... Вы несколько раз поднимали руку, давайте мы послушаем, что вы хотите сказать. Давайте еще несколько минут. Я из Азербайджана. Я из Азербайджана. Я из Азербайджана. О, привет. Я хочу организовать в Азербайджане свой СЛН. И я бы хотел создать СЛН в Азербайджане. КОЛО. Здорово. Я чувствую, что это действует. Мне кажется, это актуально сейчас для населения. А это очень важен для людей. Мне понравилось. Это школа для взрослого человека с приглашенными людьми из всего мира. Мне нравятся. Вы у вас есть веб-сайт? У вас есть веб-сайт? Мы еще не имеем веб-сайт. И ко мне подошел человек, похожий, если я его, то feelings, это, наверное, он чувствует. Он предложил помочь и нашел спонсоров, которых можно фактически. Мы не доверяем друг другу, еще все трое, и это одна проблема, и вторая проблема, что я не уверена, нужно ли настолько же, как я чувствую, что это людям, маркетинговые исследования, я не знаю, как провести. And the second issue is that we have not yet carried out any kind of market study, which would show whether the people are indeed in need of this project, as strongly as we think they are. Okay, here is my answer to you, we don't have a lot of time, so I won't follow your process. Ну, что же, вот вам мой ответ. Времени у нас мало, поэтому процесс мы здесь показать не сможем. I just give you my personal opinion. Is it doable without trust, or is it not? Here is my opinion. Please do not listen. Promise. Do not listen. Не проводите маркетингового исследования. Маркетинговые исследования — это пустая трата времени. Маркетинговые исследования — это хорошо для бизнес-школ. Где вы научаетесь в базовом понятии. Если маркетинговые исследования показывает, что существует потребность в продукте, то это означает по факту, что кому-то давно уже пришла в голову такая же мысль, и он уже ее осуществляет. Follow your vision. Is that so? Follow your vision. Follow your vision. It will be a success, I guarantee. Следуйте за собственным видением. И вы гарантированно доверитесь успеха. Yes, I have a guarantee. I was going to say, or else you get the money for this evening back, but it was free, so that won't work. Да, следуйте за собственным видением. But it's not possible to have an idea like this that can't be over time successful. Невозможно, чтобы идея такого рода, появившись в какой-то момент времени, не развелась в успех. И причина тому — это теория поля. Если хотите узнать об этом больше, то приходите на наш семинар завтра. И вам нужно принять тот факт, что вы не доверяете друг другу. Это Азербайджан. Это Азербайджан. Там никто друг другу не доверяет, и на то есть причина. А почему бы не провести такой тренинг, да, но примите тот факт, что вы еще не доверяете друг другу, потому что живете в регионе, в котором часто встречаются конфликты. И вы живете в регионе, где умные люди, сообразительные люди не доверяют друг другу. Кроме того факта, что вы не доверяете друг другу. И проверяйте, что другой делает. Каждый месяц устраиваете сессию под названием «А давайте не будем друг другу доверять». Я покажу, как это сделать. Озвучь, пожалуйста, Эллен, что-нибудь, в чем ты мне не доверяешь. Я не доверяю тебе, вот в каком смысле. Если я надела какой-то цвет, который мне не к лицу, ты наверняка это не скажешь. Например. Да, ты права. В этом отношении я совершенно не достоин доверия. Я тебя люблю, ты важный для меня человек. Я не хочу оскорбить твои чувства. Поэтому, если ты надела на себя нечто бледно-голубо-фиолетовое, мне этот цвет не нравится, а ты меня спрашиваешь, ну как мне идет? Я скажу, конечно, потрясающе. Поэтому ты справедливо не доверяешь мне в том, что касается именно этой области. А теперь ты давай. Я тебе не доверяю в том, что касается денег. Я думаю, что ты не в состоянии по-настоящему честно озвучить свои потребности в финансировании в том, что касается этого проекта. Да, ты прав. А как это я прав? Ну, понимаешь, я опасаюсь, что если я озвучу тебе свои реальные запросы в том, что касается необходимого мне финансирования, то ты откажешь мне в финансировании этого проекта. Ты понимаешь, хорошо ведь идет, правда? Да, да, да. Один момент только могу сказать. У нас только что был совершенно потрясающий процесс с нашей компанией-партнером в Казахстане. Они потрясающие люди. И у нас была двухчасовая сессия на тему, в чем мы не доверяем друг другу. Мы не доверяем им. Они не доверяют нам. И обнаружилось, что каждая сторона права. Потрясающий был процесс. Мы действительно почувствовали настоящую близость друг к другу. И мы сумели разрешить некоторые из тех проблем, которые у нас были. А какие-то не сумели. Почему? Потому что я швейцарец. У нас очень маленькая страна. Мы не доверяем вообще никому. Это часть национальной принадлежности. Если на карте земного шара страна занимает настолько маленькое пространство, то просто нельзя себе позволить доверять другим людям. А кругом все вот эти вот большущие-большущие страны. Ну, это просто непозволительно. Ну, как можно себе позволить им доверять? Они же казахи. Они же казахи. У них масса причин не доверять другим людям. Это здорово. Но то, что мы в состоянии говорить об этом, и что мы можем быть честными в понимании того факта, что мы не можем доверять друг другу, вот этому я доверяю. Спасибо за этот вопрос, и удачи с вашим проектом. Когда почувствуете, что готовы, то пришлите нам материал, и мы разместим ссылки на вас у нас на Фейсбуке, и постараемся помочь вам в реализации этого проекта. Приятного вечера. Спасибо.